добрый день уважаемые друзья майнеры мы продолжаем серию экспериментов с новым поколением асиков назовем их условно серии 17 в прошлом нашем видео разогнали асик с 17 мы заявили о том что нам удалось разогнать его до 77 тарахэш ну а сейчас мы мучаем другие асики этой серии t17 и с 1753 тарахэш вот пожалуйста посмотрите те кто смотрели наши позапрошлое видео помнят что мы делали предположение о том что китайцы не тестируют чипы по отдельности а тестирует их уже собранном виде на хэшбордах и вот сейчас наши эксперименты это подтверждают целом идея в том что тестируя на хэшборде они подбирают отбирают точнее лучшие хэшборды но условно и клеить этикетку 17 про а те которые показывают худшие результаты просто 1753 вот по крайней мере мы видим по результатам наших тестов что чипы с 17 про несколько лучше и их было легче разогнать до 87 тарахэш теоретически и с 17 можно было бы разогнать до 77 но мы упираемся в мощность блока 3 8 киловатт в иммерсионке показывает чуть больше но так как чипы похуже приходится тратить большую электроэнергию условно на хэшрейт и блок просто не справляется тем более что надо учесть такой момент во время включения несколько минут асик потребляет больше чем потом в нормальном рабочем режиме и вот это вот вот эти несколько минут собственно говоря и задают нам верхний порог разгона значит по поводу 17 сейчас мы его разогнали до 49 ну так в отдельный момент 51 тарахэш но это без индивидуальной настройки чипов как только мы сделаем индивидуальную настройку примерно мы так надеемся на 53 тарахэш может чуть больше с 17 тоже в принципе про я имею ввиду можно разогнать примерно до 80 вот но опять же это вопрос блока мощности блока питания вот и 17 такого вопроса не стоит за того что чипов 90 они 144 поэтому там мы можем гнать до физического потолка что и будем делать ну а результаты мы вам сообщим самое ближайшее время ну и еще по поводу прошивки значит перед нами стоит более сложная задача чем раньше мы хотим сделать не просто авто тюнинг как на с 9 а сделать что-то типа умного асика который будет сам регулировать свое термодонамическое состояние то есть как только чипы будут перегреваться асик сам будет убирать свой кэшрейт и тем самым переходить по теплу в зеленую зону а оттуда потом опять подниматься постепенно наверх ну и еще одна проблема которая выяснилась совсем недавно это уязвимость прошивок причем и битмановских кастом на перед новым зловредным вирусом вот этот вирус вторгаясь процессор приводит практически к необратимым изменениям но мы очень надеемся что в ближайшее время нам удастся зашить дырку совсем ну вот собственно такие у нас грандиозные планы и еще такая деталь если сравнивать тепловую нагрузку на чип серии условно 17 и серии 9 то она отличается почти вдвое я имею ввиду что в условиях разгона вот с 17 про потребляет 38 киловатта и эта тепловая нагрузка ложится на 144 чипа а у асика с 9 в разгоне примерно 2 и 2 киловатта и это на тепловая нагрузка ложится на 169 чипов то есть разница еще раз повторяю практически вдвое поэтому дельту температур приходится держать тоже больше вот если вы обратили внимание у нас сейчас 37 градусов температуру теплоносителя и где-то 40 45 от уже предел а с асиком с 9 мы могли себе позволить температуру теплоносителей 55 и даже 60 градусов вот такая вот интересная отличительная особенность то есть разгонять эти устройства с точки зрения термодинамики сложнее им нужно более мощное охлаждение ну и позитивный момент если вы все-таки разгоняете т17 в условиях иммерсионки вы получаете еще один асик с 9 в максимально возможном разгоне плюс 20 тарахаш ну и немножко на тему фпга как вы помните у нас стояли карточки без сию 15-25 сейчас к ним добавились huawei ски f100 целую кучу привезли ну и xylink альвео такая вот новая карточка интересная ну балуемся с разными битстримами типа лирогрин ну и еще по их с какими пока рано не говорить и рано делать выводы время покажет что получится тогда мы обязательно вам об этом расскажем особо хотелось отметить что два наших ролика были удалены с youtube стараниями компании пикбит но мы их со временем рассчитываем восстановить но если не восстановим они доступны других ресурсов спасибо за внимание смотрите наш канал до свидания